Всем привет, я Мишин Кирилл и это обзор на 12 серию Могучих Рейджеров Единый Заряд под названием «Рыцарь после рыцаря». Напомню, каждую серию я оцениваю по 4 характериам. Сюжетный сценарий, от 0 до 3 баллов, колесо в оригинальных кадрах, максимальная оценка 3 балла, фактёрская игра, максимальная оценка 2 балла и работа композитора, максимальная оценка 2 балла. Сейчас я расскажу сжатое описание 12 серии, полную версию уже доступную на нашем сайте www.dainnarcharch.ucos.ru На корабле Следжа появляется косвенный монстр, который забирает крабрость Фьюри. Следж приказывает сделать ему то же самое с Рейджером. На базе Рейджера и Гэмбелл сняют Айвена принцип работы битвы батареи. Он говорит, что всё это очень занято, но он ещё не будет решения, принять к Рейджерам или нет. Тайвера застроится, потому что везде Фьюри вырвался Айвен, а не его отец. На горьк нападают косвенные монстры, Александра и Тьюри. Рейджеры сражаются с ними, но терпят поражение. На помощь приходит Айвен, который сражается с Сонсиным. После битвы, что-то Рейджер ответил ему. Шеллопи уговаривает Тайвера, который пить их в команду. Он соглашается с ним. В этот момент Наталья Рачезе, Райли и Коду нападают косвенные монстры, которые храдет их храбрость. Айвен, видя, как они жмутся к стенке, отверстия Кью, Юрил и Боисандер, думает, что это в постоянном состоянии и уходит, так и не вступив в команду Рейджеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует. Айвана набирает себе команду рыцарей Амбербич, в которой он сделал регулировщика, фокусника, бабушку, судью и трубача. На город вновь нападает монстр Следжа, а команда Айвана сбегает. Золотого Рейнджера схватили Вивики, но его спасает Шелби на один от циклей. Благодаря доставлениям Хранителя, Рейнджера возвращает себе свою храбрость и идут на помощь к Шелби и Айву. Розовый и Золотой Рейнджер добивают Костяного Монстра, Следж его увеличивает. Рейнджеры собирают в Терзерят Мегазор и Динозерят Мегазор. Они побеждают Костяного Монстра раз и навсегда. Айвана наконец-то решает плюкнуть к команде. После битвы Айвана в Динокафе рассказывает остальным о том, как его повладел в тюрьме. Напомню, полные версии описания уже доступны на нашем сайте danchash.yukos.com Сюжет, конечно, чуть хуже в стороне ценности серии, но тоже интересный. Сирия была одновременно серьезно и смешной. После большинства понравился момент зрительный Амбербич. Кстати, сентайская прототипа этой серии фьюри не была. А тут они просто лишили ее храну. Хитрый ход неправильный. Оценка из сюжета 3 балла из двух. Сентайские кадры тут смотрятся не так хорошо, как в прошлой серии, но их тут значительно меньше. Понравится свой бой с Золотым Розовым. Оценка за количество оригинальных кадров 3 балла из двух. Актерская игра хорошая, по традиции занят два голубя. Музыкальная композиция в серии классная. Конечно, мне понравилось две из них. В конце серии. Первая была обожрена и посетительная среда энергии. Вторая во время битвы Айвана в Севике. Но слушать ее можно только внимательно после шанса. Оценка за музыкальную композицию 2 балла из двух. Общая оценка за 12 серию. 10 баллов из 10. Всем спасибо, с вами был Мишин Кирилл. Не забывайте обращаться с сайта danchash.yukos.ru Нашей группой ВКонтакте в локации.com.spawringers и в локации.com.spr9.